Глава девятая Но не то, чтобы слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от Израиля. Но сказано, в Исааке наречется тебе семя, то есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя, а слово обетования таково, в это же время приду, и у Сары будет сын. И не одно это, но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изваление Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, сказано было ей, Больший будет в порабощении у меньшего, как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем, неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. И так помилование зависит не от желающего и не от подвязающего, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя Мое по всей земле. И так, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников? Как и у Осии говорит, не мой народ назову моим народом, а не возлюбленную возлюбленную, и на том месте, где сказано им, вы не мой народ, там названы будут сынами Бога живого. А Исайя провозглашает об Израиле, хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле. И как предсказал Исайя, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны гаморе. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закон о праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень приткновения, как написано. Вот, полагаю, в Сионе камень приткновения и камень соблазна, но всякий, верующий в него, не постыдится. Глава десятая Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Потому что конец закона – Христос праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек, жив будет им. А праведность от веры, так говорит, не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести. Или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий, верующий в Него, не постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и Элленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано? Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования. Ибо Исайя говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов Вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, я возбужу вас ревность ненародом, раздражу вас народом несмысленным. А Исайя смело говорит, меня нашли неискавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне. Об Израиле же говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. Глава одиннадцатая Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Ильи? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря, Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили, остался я один, и моей души ищут. Что же говорит ему божеский ответ? Я соблюл себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед валом. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью, а если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же? Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза которыми не видят и уши которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их, да будет сагбен навсегда. И так спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы всем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатство миру и оскудение их богатство язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю, язычникам. Как апостол язычников я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвания Божие непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О бездна богатства и премудрости и видения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки! Аминь!